Здравствуйте, Скорпионы! Это будет прогноз на ноябрь 2017 года для вас. Делать мы его будем на Тару Телема и с помощью цыганского оракула прояснять какие-то моменты. Я вам хочу напомнить, что расклады общего характера являются такими вот, ну, все-таки это общего характера. Приблизительно показывают, какие тенденции нашей жизни могут быть. Вы должны думать тоже обязательно, вы должны, ну, как бы, слушая расклад любой, да, учитывать свою исходную ситуацию, свое положение вещей в данный момент, да, чтобы понять, что это может быть в вашей жизни. Расклад буду делать, как я делала последние два месяца. То есть мы будем смотреть все сферы, основные жизни. И одной картой мы глянем, что там в октябре происходило. Или какой в целом был октябрь для вас. Или какое-то, ну, конкретное событие, которое могло быть. То, что вам, для вас было важно или вам запомнилось. Для вас это ориентир. Если октябрьские события никак не соответствуют, значит, весь ноябрьский расклад, может быть, нет смысла смотреть. Учитывайте все это. Так, скорпиончики. Ноябрь. Смотрим. Сами вы, скорпиончики, ваш самонастрой, подходы к решению разных вопросов, вы как личность, да, то есть с какой позиции вы будете подходить к людям, к ситуациям, решать разные вопросы. В октябре. В прошлое мы шаг делаем, да, и смотрим. В октябре у скорпионов. Как мои карты показывают. И если это не соответствует вашей ситуации, учитывайте, что весь расклад может не проиграться. Я имею в виду ноябрьский вот этот в том числе. Так, в ноябре уже скорпионы. В деятельности вашей, в трудах, то, чем вы занимаетесь, как будет там обстановка. С финансами. События, дела, люди, предупреждения. Или наоборот, какие-то о радостях нам сообщат. Дом, семья, быт, домашние дела, отношения с родственниками, с соседями, с близкими, друзьями. Любовь, любовь, романтика, здоровье, самочувствие. И учитывайте, что все-таки, ну, расклады на ютубе, это у нас что? Это у нас в развлекательных целях. Поэтому, если есть проблемы по здоровью, надо идти к специалисту, надо к врачу обследоваться. И уж тем более, в раскладах общего характера ставить себе диагнозы ни в коем случае нельзя. Будьте мудрее. Итак, смотрим ваш самонастрой. Какие же вы будете? Как вы будете подходить к решению вопросов? Десятка мечей. Ну, непростая карта, скажу вам честно. То есть, чем это обусловлено, не знаю. Но кто-то может из скорпионов, например, быть настроенным, хоть трава не расти. Вот такое состояние. Хоть трава не расти, мне вообще. Вот все равно, что там будет, кто там, что там. Как хотите. Вот. У кого-то может быть такое состояние, не знаю, прям подавленности. Не могу сказать, что депрессивную. Но знаете, когда десять мечей, карта очень сложная. Очень такая вот тяжелая, сложная. И какое-то вот ощущение, знаете, как вот пиковые какие-то эмоции, какие-то вот крайности. Вы можете на них обращать внимание. И очень, причем вот так вот ярко на это реагировать, очень остро на это реагировать. Так, ну, сложное у нас здесь как-то все. Показали? Ладно. Мы посмотрим, что будет происходить. Может быть, все не так плохо, а вы тут тоже за своим состоянием. Надо следить. Так, хорошо. Октябрь. Как его покажут? Какой был октябрь или какое событие, или что там происходило? Семерка мечей. Все было непросто в октябре, судя по семерке мечей. Карта, конечно же, тут у нас чего? И подлости, и лжи, и обманы, и ломания головы на тему чего-то, да. И каких-то, ну, и интриг, и подстав, и подвохов, и измен. То ли вы пытались с чем-то разобраться, да, и очень сильно напрягались, очень сильно. Много, слишком, слишком много, обычно я говорю, думали по этой карте. Сейчас мы посмотрим, что цыганскими картами нам скажут. Либо вы столкнулись с какими-то вот такими вот, чьими там, скажем так, странными поступками. Так, скорпионы в октябре, что хотят сказать? Здесь нам показывают карту любовница. Ой, ну, я не хочу ни в кого вселить никакие сомнения. Те, кто смотрят на скорпионов, партнеры там скорпионов. То есть, это, понимаете, как может быть, может не быть. Я просто вот то, что показывают карты, я это транслирую, да, чтобы не было лишних додумок каких-то. То есть, у кого-то могло быть, что вы, допустим, вы мужчина-скорпион. Вы могли, понятное дело, как ходить налево. Потому что по семёрке мечей нормальных, простых отношений, вот я люблю её, она любит меня, не бывает, понимаете. Это отношения, которые вот так вот где-то мы прячемся, непонятно почему, да, ну почему мы можем прятаться. Не, ну, может, конечно, там, мама, папа кому-то не разрешают, а тут втихаря приходится как-то где-то встречаться. Может быть. Но я говорю про взрослых людей, да, когда маму, папа разрешают, и им уже без разницы, с кем вы там встречаетесь, то, понятное дело, что здесь от кого можно прятаться? От жены. Для женщин-скорпионов вы могли тайком встречаться, опять-таки, кто-то здесь не свободен. Вы понимаете, в этих отношениях есть такие отношения любовного характера, кто-то не свободен. Мог быть интерес, либо вы не свободны, у вас кому-то были интересы, были какие-то встречи тайные, да, либо этот человек не свободен, и он, она там тайком к вам. Здесь вот такое. Потом могли быть какие-то малоприятные моменты, связанные с какой-то близкой женщиной, либо подругой, либо сестрой, либо коллегой по работе. То есть, допустим, человек изначально, у вас были хорошие отношения, вы доверяли этому человеку, всё у вас было нормально, то есть она была для вас подругой, то есть человеком, который, ну, у вас не было сомнений. Но могло произойти что-то не совсем симпатичное. Или вы испытывали очень сложные эмоции и очень сильно ломали голову. Опять-таки, название любовницы, но я вам сказала, это женщина, которая вам не безразлична, с которой обычно мы в хороших отношениях. Но здесь что-то семь мечей, не знаю. Если только вы с подругой втихаря куда-то бежали, вместе с ней, две подружки, может быть, конечно. Ну вот, мне показывают именно так. Смотрим дела, работу и вашу деятельность. Как будут дела складываться в ноябре. Двойка жезлов. Амбиции у вас, конечно, будут. Планы у вас будут. Кто-то будет какие-то переговоры вести. Ну, назвать по двойке жезлов месяц сильно активным, в плане деятельности, в плане вот прям каких-то движений там. Сложно. Здесь больше похоже на, как, вот вы смотрите на ситуацию, да, и вы хотите что-то там добавить, изменить, да, с кем-то о чем-то договориться. То есть, как будто вот вы строите планы. Что же покажут скорпионы в делах, в работе, в бизнесе? Ну, немножко может быть такой чуть-чуть пассивный месяц в делах, в работе. Переговоры какие-то могут вас, вы можете по поводу этих переговоров переживать. Потом, знаете как, вот если вы не работаете, да, устроиться хочется, вроде как надо, да, но вот куда, хочу ли я вот это, что предлагают мне, да, как будто настроения нет для того, чтобы, ну, хорошее место найти. Настрой должен быть определенный, понимаете? А настроя нет. Ну, и также у тех, кто работает из-за настроения, тоже может как-то, вот знаете, дела идут и идут. Может быть, планы какие-то строю, но вот воплощать их в жизнь может не очень-то хотеться, большую часть ноября, по крайней мере. Что касается доходов, денег, финансов, шесть пентаклей. Шесть пентаклей, карта получения денег, оплаты счетов, естественно. То есть, если вы неплохо живете, то, ну, в смысле, неплохо зарабатываете, может быть, даже вы будете кому-то помогать. Ой, у меня выпало, у меня сегодня летают цыганские карты, честно вам скажу. Я удивляюсь, конечно, обычно я все держу в руках, у меня сегодня прям вот какой-то. Шесть пентаклей, вышла карта верность. То есть, скорпионы, которые достаточно неплохо зарабатывают, будут в меру щедрыми по отношению к тем, кого любят, кто им дорог, кого они хотят поддержать, за кого они хотят что-то там оплатить. И будут это делать, будут поддерживать, помогать и так далее. И если вы нуждаетесь в деньгах, то кто-то, на кого вы можете положиться, этот человек вам будет помогать, будет вас поддерживать, ну, что-то за вас оплачивать. То есть, понятно. Ну, в общем, по деньгам вы не будете нуждаться. Если у вас хоть какая-то потребность в деньгах появится, здесь есть кто-то, это может быть родственник, это может быть друг, это может быть дядя, тетя, родители, неважно кто это, ну, кто, наверное, может быть по карте верность уже не раз вас выручал, скажем так. А если у вас всё нормально с материальными, материальное положение вам позволяет, то я смотрю, что вы, ну, как бы по доброте душевной, потому что вы любите, какого-то человека вы как бы поддерживаете, да, вы даёте деньги, оплачиваете, помогаете. Если вы захотите попросить в долг, скорее всего, вам кто-то даст. Ну, то, что тоже касается кредитов. Ну, суммы здесь уже, конечно, разные, но я имею в виду, что... Потому что карты такие, как бы, да, когда дают в долг, берут в долг и так далее. Дом, семья, родственники, друзья, бытовые какие-то дела. Ту-спинтакли. Ту-спинтакли всегда нам даёт возможность, не знаю, что-то обновить, что-то начать, что-то купить. Могут быть приобретения, если вы хотите, то могут быть, конечно, приобретения. Кто-то может начать делать ремонт, кто-то может, допустим, если вы снимаете квартиру, найти, подыскать новую, получше, которая вас больше устраивает, в которой вы лучше приживётесь. Возможность. Какая может ещё возможность открыться? Вообще-то у спинтакли карта подарка, дара. Да? Ну, то есть, как... Кто-то может... Не, ну, кому-то из скорпионов могут и подарить, безусловно. Какой-то объект недвижимости. Или что-то для дома. Подарок в дом. Так, смотрим, что покажет нам дом, семья, родня, быт. Офицера показали здесь. Нет, я так думаю, что если кому-то из скорпионов военных могут дать квартиру, если у вас муж или сын, допустим, опять-таки, служит на госслужбе чаще, да, не обязательно прям военный, он может быть полицейский, он может быть на какой-то другой госслужбе, могут дать, вот, в буквальном смысле, дать жильё, ордер, вот он, документ прям, вручат. Вручат или вручат. Но, так как это не всем дадут что-то, да, здесь у вас будет возможность что-то сделать для дома, что-то сделать дома. У кого-то из родственников, близких друзей, кому-то из родственников, близких друзей могут дать жильё или что-то подарить. Ну, допустим, там родители отдали участок, сказали, стройтесь, условно. Что может ещё быть? У кого-то там, может, из друзей или родственников мужчин, жена может забеременеть. Ну, и много, конечно, разных, это вот, понимаете, это невозможно. Но здесь нормально всё, здесь всё хорошо, всё хорошо. Если вдруг какие-то недоразумения с кем-то из родственников, есть возможность, ну, скажем так, наладить, как-то отрегулировать, урегулировать отношения. Так, смотрим любовь, романтику, близкие отношения, личную жизнь. Колесо фортуны. Ну, вот видите, вы скорпионы. Юпитер вошёл в знак скорпиона, и там начинает вас, как говорится, учить, осчастливливать и что-то вам пытаться дать. Я всё время говорю, это настолько может быть по-разному у всех. Но то, что Юпитер уже начнёт там вытворять разные чудеса, сводить вас с людьми, может быть, разводить с ненужными людьми. То есть, поймите, если по колесу фортуны нас разводят, ну, с каким-то человеком, мы, для нас, вот, по-человечески, может это ощущаться, как ужас-ужас. Ну, потому что эмоции, переживания, привычки там, или нам кажется, что вот такого мы нигде никогда больше в жизни не найдём. Но для чего-то это делается. Юпитер — это великий учитель, который учит нас каким-то высоким вещам, глубоким, понимаете, духовным вещам. Так что и хочет нам показать, как разнообразен мир, сколько всего интересного есть в жизни. Поэтому кого-то, например, могут развести, снявти каким-то партнёром, чтобы впоследствии свести с интересным человеком, который действительно, действительно подходит вам и соответствует. А могут и подбросить человека. Так что сейчас посмотрим, что нам скажут, конечно, цыганские карты. Это скорпионы. Любовь, личная жизнь, интимные отношения. Здесь у кого-то может, правда, наступить беременность. Хочу я вам сказать, дорогие скорпионы, женщины. И скорпионы, мужчины, ваши женщины могут. То есть вот такое может быть. Тогда, я вам хочу сказать, десятка мечей может означать очень не ахти, какое самочувствие. Как вот бывает иногда, да, начало беременности, даже не то, что токсикоз, а вот вообще такое состояние. Ужасно, короче. Всё ужасно прям-таки. Вот. На самом деле всё не ужасно, всё прекрасно. Новое знакомство может быть запросто. Возможность беременности запросто. Кто уже ждёт ребёнка, роды, появление этого, этой ляльки. Вот. А потом могут быть разные приятные сюрпризы. Ребёнок обычно означает, помимо ребёнка, помимо чего-то нового, помимо, ну, начала чего-то, да, ещё и означает всё равно что-то такое, знаете, позитивное. Когда что-то позитивное происходит в нашей жизни. То есть могут быть какие-то интересные события, случайности, которые заставят вас по-другому посмотреть на жизнь в хорошем смысле этого слова. Так что состояние ваше неправильное, надо его менять. Может быть кто-то, знаете как, вот смотрите, если здесь было предательство любого рода, да, ну вот кто-то себя так очень непорядочно повёл, что-то вас выморозило просто прям-таки в октябре, да, то вот такое состояние, я вообще никому не верю. Мне так плохо, уйди, старушка, я в печали, да, вот это вот всё. Вот оно у вас, может быть, это состояние тянется оттуда из-за чего-то происходившего там. Если у вас была какая-то, ну, скажем так, любовная связь тайного характера, может быть там что-то вам, вот, не знаю, обидно, не нравится, в общем, что-то, ну, у всех своё, вы понимаете, да, это очень сложно сказать. Ну, тоже опять-таки вот какое-то, как будто что-то заканчивается в вашей жизни. И слава Богу, что заканчивается, оно должно как бы, надо, ну, всем появляющимся новым возможностям, надо смотреть вперёд в будущее, жить и брать эти возможности, творить. А мы же начинаем там, вот эти переживания наши, они нам покоя не дают. То есть не доводите себя до белого коленя, я бы сказала так, скорпиону, потому что тут у вас старший аркан, колесо фортуны в личную жизнь залетает. Так, голос сел, пора завязывать записью раскладов. Так, здоровье, самочувствие, дьявол. Дьявол, конечно, аркан непростой, который может говорить о сильных воспалениях, о заболеваниях, которые с виду такие безобидные, на самом деле совсем не безобидны. Может также говорить, наоборот, о состоянии, когда ничего не болит, ну, ты там себе такого напридумывал, что уже поставил себе диагноз, с летальным исходом всё должно быть, понимаете? То есть вот вам, скорпионы, по поводу здоровья, самочувствия, надо быть адекватными. Это очень важно. Сейчас будем смотреть, что цыганские карты скажут. Дело в том, что дьявол – это мастер, скажем, иллюзий, да, мастер пугать, обольщать, соблазнять и так далее. В вашем состоянии вот этих вот крайностей всяких, да, тем более, что здесь больше как тёмных красок, вы можете эти краски очень сильно сгустить. Будьте бережны к себе. Потом, когда выходит дьявол на здоровье, не надо ещё и забывать, для тех, кто здоров, все, скажем так, боже, ну, вот эти все искушения связанные, там, алкоголь, наркотики, препараты, тем более, которые могут быть, ну, непоправимы просто урон нанести, надо быть очень внимательными, очень-очень. Болезни, которые бывают от пороков наших человеческих, понимаете? Вот, такому тоже надо с этим быть очень аккуратными. Так, что для скорпионов, второе самочувствие в ноябре, что скажете? Ну, здесь больше похоже на проблему от слишком большой радости, поддавшись соблазнам разного рода, есть риск, имейте в виду, это не значит, что это случится, вот люди, это будет, есть вероятность, для того, это карта и вышла, чтобы погрозить пальчиком, предупредить и сказать, понимаете? В таком угаре веселья, когда все кажется море по колено, когда кто-то такой вот милый, очаровательный, который прям вот такая прелесть, душка, человек тебе предложил там что-то выпить, съесть, проглотить у колодца или упасть на дно колодца, понимаете, вот с этим надо быть очень аккуратными. То же самое касается венерических заболеваний, учитывайте это. Поэтому, если вы не хотите разных неожиданностей, сюрпризов по здоровью, не будьте легкомысленными и ни в коем случае себя так же не накручивайте. Если у вас что-то, вы там неважно себя чувствуете, допустим, не надо искать каких-то псевдо-единомышленников по непонятным каким-то направлениям, понимаете? Для меня, когда выходит вот этот вот аркан, мне кажется, лучше побежать к традиционному врачу, который 20 лет отработал, у него опыт работы, у него знания, понимаете, он реально лечит людей. А вот идти к чародею, который там вам сейчас все вылечит, и он еще в душу к тебе залезет, и из кармана все вытряхнет. Вы будьте очень аккуратны. Вот в здоровье берегите себя. Имейте в виду, что меньше вот этих веселья безудержных будет вам как бы больше на пользу. Ну, больше я смотрю с этой карты веселья, конечно, это заблуждение. Причем не в единственном числе человек может плутать по этой карте. Не все скорпионы, конечно, не все. Но я говорю, есть риск. А с какими-то людьми, которые якобы, да-да-да, я вас понимаю, ой, вы знаете, и попасться непонятно куда. Но веселье, лишняя выпивка, о наркотиках вообще никогда не говорю, потому что это ужас какой-то вообще, люди как это могут делать. Вот. То есть вот это все надо убирать, потому что риск повышенный у наших скорпионов в ноябре. Какие мы старшие арканы имеем с вами? Колесо фортуны на личную жизнь, которая вышла с карты ребенок. Поэтому я вам говорю, что возможность беременности, появление нового человека в вашей жизни, каких-то якобы случайных изменений, случайных встреч. Насчет расставания я здесь как бы не особо вижу. Но Юпитер есть Юпитер, понимаете? Он может удивить всегда чем-то. Ну, здесь выходили положительные карты. Я все-таки склоняюсь к тому, что это положительные изменения, положительные сюрпризы и появление новых людей. Те, кто свободны, конечно, должны держать глазки открытыми, не быть в таком состоянии утрученном. Да, вы должны, ну, как бы, идти навстречу своей судьбе, навстречу своей любви. По здоровью будьте внимательны. И еще психика. Вот здесь, ну, вот по сочетанию некоторых карт, я хочу сказать, поддерживайте позитивный самонастрой. Это очень важно. Никаких, вот, знаете, крайностей, никакого мне жизнь не мила по каким-то там причинам нелепым, да? Потому что все в нашей жизни изменится. Все, что не было, все перемелется. Все, ничто не длится вечно. К сожалению, когда хорошее, тоже можно себе так сказать, но мы стараемся, мы стремимся к этому. Не бывает вечно плохо, понимаете? Если вам плохо-плохо, поверьте, оно будет лучше. Просто надо тоже немножечко как-то способствовать, понимаете? Идти вперед. И если что-то катастрофически прям вот мозг выносит, надо фокус внимания переключить на что-то другое, переключиться на что-то другое. Оно помогает. Потому что пока ты отвлекся, там вот это время прошло, и события начали крутиться. Ну, это уже так чисто. Может быть, есть смысл, если кто-то испытывает очень сложное какое-то эмоциональное состояние, да, моральное состояние, и вам уже кажется, что вообще, что все так плохо, но, может быть, есть смысл, конечно, пойти к психологу, к психотерапевту, даже просто к священнику, например, чтобы как-то хоть, причем не куда-то, не в непонятные места, вот, а к простому батюшке в церковь, вот, очень рекомендую, если совсем-совсем плохо, просто поговорить. Они исповедуют людей, они слышат разные истории тоже, и когда человек уже, тем более в возрасте, и давно служит, он понимает вот эти людские страсти, переживания, отчаяния, понимаете? Так что вот, я вам желаю любви, удачи, процветания и очень хорошего настроения, дорогие скорпионы. Пока! Здравствуйте, скорпионы! Это будет бонусный расклад для вас на ноябрь 2017 года. Мой расклад показал, ну, я опять-таки ориентируюсь на то, что пока показали мои карты в этом месяце, самонастрой мне не понравился, и состояние здоровья, то, что здоровье надо забывать, это же не только физическое, это еще и психическое, старший аркан-дьявол. То есть, я полагаю, что есть скорпионы, которые, наверное, в этот период жизни, ну, скажем так, можно это назвать депрессией, можно назвать очень плохим настроением, можно назвать, что видят, ну, скажем так, жизнь в серых и темных красках. Вот. И, собственно, я хочу сделать кельтский крест для тех скорпионов, кто вот именно ощущает себя вот как-то так. Конечно же, если у вас все хорошо, вам не обязательно это смотреть, потому что, ну, для вас это едва ли актуально. Я знаю, что дни рождения у скорпиончиков. Я вас поздравляю, тех, у кого прошли, у кого сейчас день рождения. Но, вы знаете, жизнь не всегда, она зависит от наших дней рождения, от Нового года, 8 марта. Это жизнь есть жизнь. И периодически на нас вот находят такие состояния, поэтому я увидела это в своем раскладе. И я хочу для тех людей, кому это интересно, посмотреть, как это все будет развиваться. Может быть, мы увидим какую-то причину, с чем связано. Посмотрим, может быть, это что-то с окружением, как окружение влияет. Я даже не знаю, ну, то есть, о чем сейчас будет расклад, я понятия не имею. Вот, но я постараюсь понять и какие-то дать вам подсказки. Так, для скорпионов. У кого сейчас такой вот тюрьмочка, как упал духом по каким-то причинам. Я хочу заметить, что дьявол, вышедший на здоровье с карты веселья, если у кого-то из скорпионов действительно, ну, как бы, есть проблемы с выпивкой, да, и были предупреждения от врачей по поводу, что надо быть аккуратнее, что не очень хорошие там анализы, тенденции, будьте действительно внимательны. Хотя бы какие-то профилактические меры, немножечко уменьшите употребление, ну, всего, что вредит вашему здоровью, если вы тем более знаете, что именно это. Потому что, ну, карта очень предупреждающая, очень. И потом, если вот, например, бывает такой вот сезон праздников, может быть, у вас день рождения, потом еще у кого-то, ну, как вот, бывает так вот, почти, чуть ли не каждый день приходится там, допустим, выпивать, да, хотя бы какие-то, ну, я не знаю, диеты потом, восстановительные какие-то, пилюльки попейте, ну, понимаете, о чем я. Берегите свое здоровье, берегите, не рискуйте, не делайте никаких татуировок, не ходите в непонятный, то есть, защищенный секс, все, что связано, все, что передается через кровь, потому что дьявол иногда показывает заболевания, которые, к сожалению, ну, сильно могут повредить нашему здоровью. Вот, и это не только венерические, это еще и, ну, чего непонятного, гепатит, ВИЧ. Поэтому надо себя беречь просто, понимаете. Так, хорошо, скорпиончики. Кому не очень хорошо, сейчас чувствуют себя немножко тяжело им. Может быть, энергетически просто, может быть, психологически как-то бы подавлены. Вот для тех скорпионов этот расклад. На ноябрь мы делаем Керцкий крест. Скорпионы. Ноябрь 2017-го. Что надо знать людям? Знака скорпион, кто себя чувствует подавленными. Так как никакой темы нет, тематики как таковой, да, это очень пространно. Я надеюсь, я пойму. Я сейчас выложу расклад. Я буду вам каждую карту показывать, чтобы вы убедились, что это именно те карты выходят. Если я буду чувствовать, что тут несколько тем каких-то, значит, я остановлю видео, чтобы подумать, а потом уже интерпретировать. Скорпионы. Тройка Пентаклик, центральная карта ложится. И что же тогда пересекает Роцарь Кубков? Я не над вами смеюсь. Я просто пришла такая мысль, что кто-то упорно, усердно работает, учится, развивается, занимается какими-то делами. И как бы все неплохо идет, но любовь, зараза, нагрянула. И не знаешь, куда бежать, то ли на свидание, то ли на учебу. В общем, как бы ни то, ни другое не хочется запускать. Так. Сила перевернутая. Шестерка жезлов. Страшный суд. Паз жезлов перевернутый. Сам скорпион. Девять мечей. Окружение. Тот человек или люди, которые имеют какое-то отношение к этой ситуации, которые каким-то образом влияют на эту ситуацию. Окружение. Это могут быть люди, события, обстановка и прочее. Отшельник. Ну, у кого-то, у кого-то кто-то ушел из жизни, из близких. Вот. И несмотря на то, что, в принципе, жизнь ваша, может быть, она и не так и плоха. Вот. И может даже вы успешны. И у вас замечательная работа. И вы, ну, скажем так, и востребованы там в своей специальности. И все вам удается неплохо. Но ощущение... Я сейчас говорю кому-то вот, то есть частично то, что вот из этого расклада мне видно. То есть у вас может быть ощущение, как будто вы потеряли уверенность в себе, понимаете. Как будто бы, ну, с этим человеком, может быть, часть вас ушла. Вот так, если можно выразиться, понимаете. Когда у нас такое ощущение неполноценности какой-то, да. И очень много слез, горя, переживаний. Вот для кого-то это вот такая вот штука. Потому что, видимо, вы любили этого человека очень. Не обязательно смерть. Мог кто-то уйти, в другом смысле уйти. Но если это отношение, уйти из отношений. И человек ушел, и все, и не хочет общаться совсем, то есть исчез. Ну, в общем, так. Вот она, 10 мечей, которые лежат в ваших опасениях, страхах. Или, если как желание, то это желание, вы знаете, быстрее бы все вот это как-то прекратилось, да. То есть вот быстрее бы вот эта черная полоса, ну, ощущение такое может быть, потому что состояние девятка мечей, мысли, сила перевернутая. То, конечно же, нам хочется, чтобы быстрее это все как бы закончилось, забыть уже об этом и начать жить дальше. Вот. Так, хорошо. К концу ноября. Давайте посмотрим к концу ноября. Четверка кубков. Ну, конечно, карта не ахти, но не самая страшная, дорогие друзья. Понятно. Ну, кое-что мне здесь видно. Дно колоды. Это может... Дно колоды нам часто показывает какие-то намеки, понимаете. Либо еще дополнительную информацию дает, либо показывает атмосферу вот этого всего. Я еще не знаю здесь. Рыцарь жезлов. Ну, если так, то вообще это обычно у меня стрельцы, показанные рыцарем жезлов. Но, может быть, что может быть? Человек, который, допустим, пришел и ушел из нашей жизни. Или постоянно приходит-уходит, приходит-уходит. Такой непостоянный человек. Как какой-то гид, проводник, что ли, если можно так выразиться. Это рыцарь жезлов, может быть. Может быть, что-то связанное с карьерой, с поездкой или поездками. Ну, нет, больше как карьера, продвижение вперед. Либо человек. Ну, я говорю, обычно стрелец, но не обязательно, конечно же. Может быть, человек, который, знаете, такой вот шустрый. Он же прямой здесь рыцарь жезлов. Такой шустрый, темпераментный, все время куда-то хочет ехать, рвется. Ну, то есть, неугомонный такой, неугомонный, непоседа, по сути дела. Любит жизнь, любит жить, даже спешит жить, я бы сказала, да? Ну, в общем, вот такой интересный персонаж, конечно же. Так, ладно, мы этого рыцаря жезлов кладем сюда. Так, и что я хочу сказать для кого-то из скорпионов? Я, по-моему, уже неоднократно повторяла в своих раскладах, потому что мне это идет, в моих раскладах для скорпионов идет вот это. Почему человек, который из себя что-то представляет, себя не ценит? Почему такая низкая самооценка у некоторых? Вот я все время задаю вопрос, я уже несколько раз у меня это вылезало в раскладах, если можно так выразиться, да? Вот, и здесь сейчас я тоже вижу такое, что есть кто-то, кто действительно, я не знаю, что повлияло на то, Я говорю, что вот, будучи человеком достойным, вы не думаете о себе таким образом, а вам надо, вам надо верить в себя, вам надо вспоминать не то, где вы облажались, провалились, не сложилось, вам надо помнить то, где вам удалось, где вы победили, где вы заслужили, где у вас все получилось. То есть надо помнить свои победы, в первую очередь, думать о своих достоинствах, думать о том, где вы лучше других, а не где вы хуже других, понимаете? Мы все в чем-то хуже, лучше друг друга, понимаете? Но надо акцентировать на хорошем, это очень важно. Вот тем, кому этот расклад вышел, я говорю, это очень важно, потому что что-то здесь вот я как-то... Так, ну все не просто так, все-таки. Сейчас буду прояснять и буду вам рассказывать историю. То есть я уже сказала, что для кого-то это отношение, когда партнер ушел. То есть смотрите как, для кого-то это мог быть развод, для кого-то это мог быть разрыв отношений, уход партнера. Для кого-то это мог быть уход близкого человека, ну кого угодно, да, естественно, и партнера, и родителей, и кого угодно. любого вообще близкого человека который вам естественно не безразличен раз такое ощущение что как вместе с этим человеком часть вас ушла естественно этот человек вам был дорог вы любите этого человека но его нет если человек ушел из жизни я вам скажу этот человек тоже вас любит и сейчас любит потому что это видно из этого расклада так потому что то что в прошлом показывает это непростое могло быть событие так в прошлом вот смотрите тут еще если человек допустим если кто-то не для всех конечно если кто-то уходил из жизни мог человек человека могли реанимировать и могли ну как то есть не сразу человек ушел да ну как там человека прооперировали реанимировали ну здесь вернули назад по сути дела к жизни вот могло быть такое что человек вроде как это почти это а потом назад ну привели в себя короче если это отношения могли быть что расстались потом снова сошлись потом все-таки снова расстались вот такое тут может быть конечно так сейчас подождите я пытаюсь еще понять что это такое я сейчас посмотрю вот это у кого-то это может быть невозможность забеременеть и ощущение что я не полно ну для женщины я не полноценная может быть для мужчины если мужчина скорпион не может иметь детей да то есть то значит вам это в прошлом тогда ну как бы констатировали может быть вы пытались с этим что-то делать но я имею ввиду как ну дополнительные консультации проходить каким-то образом это ну узнавать что можно сделать как бы каким образом он что-то исправить но ощущение неполноценности от того что не получается да невозможно это да ощущение что со мной что-то не так самооценка в этом случае да тогда как бы она рухнула даже если с вами что-то не так вот я хочу сказать некоторым скорпионам ну как вот есть объективно скажем так недостатки какие-то внешние допустим ну внешние недостатки еще какие-то проблемы ну вплоть до инвалидности да я вам хочу сказать вы попробуйте посмотреть на это все по другому вот совсем по другому ну сколько угодно у нас даже извините олимпийские игры где люди с проблемами до у которых не все как у всех людей такие достижения ну то есть добиваются таких успехов понимаете то есть надо смотреть на свои недостатки превращать их достоинство вот реально как мне однажды сказал скорпион кстати это было много лет назад я комплексовала по поводу одну вещь и он сказал так это же изюминка понимаете смотрите на любой недостаток как на изюминку нельзя ходить абсолютно одинаковыми это действительно так надо себя в этом ну то есть не просто даже убедить надо просто по-другому на это посмотреть мы в чем-то да нет надо себя ценить однозначно так что у нас здесь то что будет где-то на 1 поле ноября происходить может даже в первую декаду ноября смотрите если вы ждете какого-то известия его может не быть если вы ждете от какого-то человека известия первое его может не быть второе может быть известия но она может быть неприятным то есть человек может как как вам сказать вот безалаберно небрежно что-то там бросить не хорошее если какое-то оформление документов у кого-то идет вот имейте ввиду здесь могут быть как вам сказать недоделки отсутствие каких-то справок кто-то может в чем-то подвести то есть такая вот не очень положительная энергия кто-то может не удосужиться там подпись поставить или сделать то что требуется от них кто-то из скорпионов очень одинок почему это не значит что вы не среди людей вы можете на работу ходить так далее но вот ощущение что люди как бы ну как вам сказать заняты своим делом может быть как отворачиваются может быть отказывают вам в чем-то такое тоже может быть вот здесь будьте внимательны если кто-то что-то оформляет будьте готовы столкнуться с чьей-то безалаберностью сами не допустите каких-то ошибок по невнимательности я бы сказала да если что особенно какой-то пакет документов готовите будьте внимательны ко всем этим справкам так кто-то из женщин скорпионов явно чувствует себя то есть прям такое знаете как отчаяние из-за того что красивая более то прекрасная женщина на девятку мечей ваше состояние императрица с пятерка пентаклей я кому-то сказала что если у кого-то не получается ребенка ну то есть забеременеть да у вас может быть такое вот прям ну как вам сказать ну да ощущение что хоть я и красиво а толку никакого типа ну понимаете надо смотреть то в чем вы хороши мы не можем быть идеально во все ну никак хотя это да это очень важная составляющая но не надо делать из этого такой грандиозной проблему что это просто вообще кто-то страдает от одиночества реально страдает от одиночества из-за разрыва в прошлом то что сейчас может не быть достойных кандидатов или тот человек вообще не хочет нормально общаться или даже общается как-то вот так вот не знаю немножко странно возможно кто-то из женщин прям себя чувствуют совсем совсем плохо почему-то как будто вот я просто свои ощущения передаю да как будто бы но даже не то что неудачница как будто все все плохо понимаете и и лучше не может быть типа понимаете вот какое состояние совсем нехорошее все-таки надо как-то так окружение посмотрим сейчас окружение я уже сказал кто-то мог уйти кто-то может отворачиваться от вас в чем-то могут отказывать и много я щас так стоп сейчас я пытаюсь для для мужчин скорпионов пусть я сконцентрировалась так на женщинах здесь у нас и мужчинки могут быть так если она ушла я щас про женщину если у вас какие-то отношения были и они не сложились но она может вообще конечно там крутить вами не знаю как кто-то может кстати если это связано с работой будьте внимательны потому что кто-то может быть очень ну как пытаться подсиживать конфликтным быть очень вносить смуту умышленно манипулируя ситуации ей но не скажу что у вас прям пытаются козлом отпущение сделать но что-то такое подобное не это могут и мужчине это может и мужчина женщин касаться если что-то с работой связано но инициатор скорее всего женщина какая-то или она имеет плову ну как бы самое непосредственное отношение может быть начальник-то и мужчина ну ты значит там какая-то женщина все равно стоит за этим всем может быть какая-то коллега по работе ну потому что вот здесь у нас к отшельнику у нас королева жезлов и маг перевернутый поэтому горю если эта работа какая-то то могут я все-таки думаю что это женщина так чего вы там так опасаетесь если десятка мечей но если это ваше желание чтобы быстрее все прекратилось это понятно вот а если опасения чего вы боитесь что рухнет что полный провал чего будет так сейчас посмотрим что десятка мечей карта такого края это в ваших опасениях но как желание уже озвучила что это опасениях и такой вот полнейший крах это вообще такой провал когда уже ну все это конец всему понимаете причем насильственный болезненный и страшный как говорится да для некоторых это вот это опять что-то с этой вот с этим окружением связано опять та же самая только она с пятеркой жезлов здесь вышла десятки мечей что за женщина такая что за женщина такая так ну по десятки мечей я не знаю что вы там все что угодно можно конечно думать может быть туда боится что она допустим вот эта женщина какая-то если какие-то трудности и связано это с какой-то женщиной может быть кто-то из скорпионов боится что она доконает что типа она меня доконает может у кого-то другие мысли как бы ее доконать тоже не исключено но когда сложная ситуация четко в голову не придет вам не надо об этом думать я говорю вам надо как-то стараться с достоинством выйти из этой ситуации и не рвать и не метать и и не унижаться и не бояться больше действительно как-то верить в себя может быть даже ради того чтобы выйти из этой ситуации достойным может быть даже надо чем-то как вам сказать что-то отдать если вы понимаете о чем я говорю то есть если и речь идет о чем-то материальном может быть надо что-то даже отдать это как откуп будет от этой ситуации чтобы она вас не до канала окончательно эта ситуация понимаете вот для кого-то это будет посмотреть на это все совсем по-другому на себя на ситуацию и увидеть какие-то положительные для себя моменты ну уж точно надо чувство собственного достоинства иметь в этой ситуации однозначно ну четверка кубков конечно на итог это понимаете опять немножечко не очень потому что эта карта такой вот апатии какого-то эмоционального немножечко раздрая конечно страсти здесь не бушуют но смотря как скуксится по этой карте тоже можно скуксится так что вообще ничего не ничего не вкусно ничего не ярко ничего не приятно ничего не хочу короче понимаете вот это вот тоже не хорошо конечно в таком состоянии пребывать надо это учитывать ну конечно это не не острое состояние но тоже очень мягкий самое что интересно что у вас как будто бы кто-то или обстоятельства или сама жизнь люди могут вам что-то и предложить но в таком когда мы находимся состоянии нам вообще все равно что нам предлагают мы даже не видим красоты в окружающем мире мы не видим этих возможностей мы их не замечаем попусту мужчины вот если это женщина какая-то если она ушла и вы никак не можете ее добиться да я вам скажу что она так и будет от вас скрываться бегать и и не хотеть а вы если будете продолжать вот чувства испытывать конечно и не сможете в себе вот эту гордость в раздутие сказать ну что же я в конце концов на помойке себя нашел так и будете тоже переживать вы понимаете потому что человек конечно не намерен хочу вам сказать потому что окружение ложится старшим арканом отшельник старший аркан соответственно вот эта сила с какой человек уходит из этой ситуации или отказывает на она очень такая вот то существенная в общем я считаю так с чувство собственного достоинства если какие-то недостатки дефекты и чтобы там ни было смотрите на это по-другому вспоминайте только там где вы блистали вам удавалось вам сопутствовал успех выбрали вершины и вас награждали хвалили восхищались вот только так надо скорпиум только так кто находится в таком состоянии и имейте чувство собственного достоинства какой-то гордости даже иногда гордыни не повредит а если ситуация проблемная в плане каких-то разборок денег вас там что-то прессует может быть здесь было какое-то ну как если можно выразиться попадалова да вот так выразимся честно назовем вещи своими именами и сейчас идет вопрос что вас пытаются чуть ли ни ну подставить назовем так или у вас что-то хотят отнять особенно если вы что-то брали особенно если вы что-то брали и вас ну там на вас чуть ли не в суд подали, ну условно, я сейчас не знаю, может быть там не в суд подали, может быть там просто пытались за грудки трясти, может лучше что-то отдать. Пожертвовать чем-то ради того, чтобы, ну скажем, не продолжать находиться в состоянии вот этого отчаяния, бессонных ночей, нервотрепки, переживаний и так далее. Ну здесь я говорю, какие-то либо не очень хорошие новости, либо, как вам сказать, кто-то вот с какой-то, как-то пренебрежительно что-то бросит вам, совершенно не думая о том, что вам и так нехорошо, вам и так больно и плохо. Будьте просто к этому морально готовы. Вот это мы не можем уже, это ближайшее будущее, мы не можем это переиграть. Ну честно скажу, что-то как-то вот здесь вот те, кто не в очень хорошем настроении, как не поверни, можно только смягчить это состояние, понимаете? Смягчить вот свое состояние тем, что вы будете уважать себя в первую очередь. Я еще хочу сказать, чаще бывайте на свежем воздухе, особенно если вы плохо спите, если у вас вот нервы, нервотрепка мешает вам спать. Гуляйте перед сном. Ходите на прогулки просто, нючка проветриваетесь. Но это то, что я вижу дополнительно. Если у кого-то речь, что-то по здоровью, допустим, была операция или даже операции, здесь могут прийти не очень хорошие анализы. Кстати, будьте внимательны, могут также быть немножечко, мало того, что немножечко. То есть может быть чья-то халатность, небрежность. Вот здесь. Поэтому если вдруг какие-то результаты вы получаете, какие-то бумаги, справки, результаты анализов, если там какие-то сомнительные показатели, ну или в пакете документов что-то, то есть просмотрите все внимательно. А что касается здоровья, я бы даже рекомендовала, может быть, пересдать повторно. Или если вам не нравится специалист, который вами занимается, может быть, дополнительную консультацию какую-то. Потому что здесь может быть какая-то чья-то халатность немножко. Вот. Ну вы знаете, вот эти страхи ваши, страхи страшные, все-таки они не оправдаются. По крайней мере, в ноябре. Так бояться и в таком быть отчаянии, и свет не мил, абсолютно не надо. Абсолютно не надо. Вам, вы поймите, что в процессе выздоровления, если речь о здоровье, в процессе выздоровления очень важен самонастрой. Вот реально. Самонастрой должен быть человека, которому все по силам. И на самом деле ресурсы наши организма, они настолько мало исследованы. Психосоматику никто не отменял. Самонастрой, желание выжить, выстоять, победить. И сколько людей побеждали, поэтому помните об этом. Это очень важно. Потому что в таком состоянии мы вообще никуда нафиг не приедем. Никогда. Понимаете? Никогда. Мы можем только с мешками под глазами, зареванные, не выспавшиеся, встать утром и что. Поэтому действовать надо, двигаться надо. И с такой вот какой-то уверенностью в себе. Ну в общем, вот мои карты показали так. Я надеюсь, вы как-то взбодритесь, возьмете себя в руки, те, кто немножко скуксился. И скажу честно, вот честно положа руку на сердце. Имейте в виду, что вот я в ноябре эту ситуацию, чтобы она вот знаете, как-то вот прям вот все так в шоколаде стало, я не вижу. Но ваши опасения, чтобы оправдались, я тоже не вижу. Понимаете? Поэтому не надо так депрессовать, что ли. Я вам желаю прекрасного ноября, хорошего настроения, верить в себя, любить себя и заставить всех уважать вас тоже на этой почве. Так что вот так вот, дорогие скорпионы. Удачи вам, прекрасного ноября. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова